Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и говорим о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс и оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями. И, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, волатильность на финансовых рынках становится все более выраженной, потому что трейдеры ждут конкретики от представителей, от американских конгрессменов, от Палаты представителей, от Сената, от Конгресса, скажем, по новым мерам экономического стимулирования. Позицию Байдена мы прекрасно знаем, новоиспеченный американский президент-демократ топит за то, чтобы выделить экономике как можно больше денег. И речь идет о масштабном пакете экономических стимулов в 2, почти в 2 триллиона долларов. А достаточно это или нет, покажет время, друзья. Но мне кажется, это необходимая сумма сейчас для того, чтобы хоть как-то помочь поддержать розницу потребительский сектор и создать условия для последующего экономического восстановления. Но даже этот пакет пока что не могут согласовать. Такое ощущение, что республиканцы сдерживают такие инициативы демократов, никак не дают зеленый свет столь масштабному пакету стимулов в 2 триллиона, будто бы эти деньги забирают из их карманов. Мне непонятна такая позиция, учитывая то, что, мне кажется, все, кому не лень, уже ясно обосновали со всех сторон экономических, политических, социальных, что если экономике не помочь сейчас, то, может быть, впоследствии помогать будет уже некому. Потому что американская экономика окажется в серьезной экономической рецессии, если денег не будет. Последние вводные, друзья, они влияют сейчас на то, что происходит с долларом, влияют на то, что происходит с рисковыми инструментами, потому что доллары – это основной катализатор финансовых рынков. Бьются за именно порядок цифр. Республиканцы против, демократы настаивают. Это накануне, опять же, рост доллара был обусловлен тем, что республиканцы готовы согласовать пакет экономических стимулов только если он будет снижен с 1,9 триллиона до 600 миллиардов долларов. Это для тех, кто, разумеется, не разделял позицию слабости американского доллара, стало хорошей базой, которую можно было бы фундаментально отыграть и упрощить свои позиции. В моменте по индексу доллара мы видим 90,90. Друзья, но опять же, вот это предложение республиканцев было парировано тем же самым Байденом, который еще раз попытался объяснить, что 1,9 – это фактически конечная цифра. И в ближайшие недели он все-таки сможет реализовать эту предвыборную кампанию. Это фактически обещание, которое он давал всем американцам усилить меры поддержки в условиях ковида. Это по-прежнему актуальная проблема. И мне интересно, как будут развиваться события, если демократы попробуют в обход республиканцев все-таки протащить этот документ. Не уверен, что есть такого рода прецеденты, но будет интересно посмотреть. В общем, друзья, политические игры в Штатах продолжаются. Я думаю, что после выборов картина станет более ясной. Но есть то, что есть. Я все равно настаиваю на то, чтобы вы вместе со мной видели глубинные системные проблемы, понимали, насколько важны деньги сейчас для американской экономики и насколько важно сейчас Байдену, который только сел в президентское кресло, дать народу то, что он обещал. Он обещал 1,9 триллиона. Понятное дело, что 1 триллион, может быть, даже больше, это как раз те деньги, которые пойдут домохозяйством на повышенные пособия, на более высокие единоразовые выплаты. Это обещание нужно сдержать. По поводу статистики на этой неделе будет очень много отчетов. Во всех случаях я склоняюсь в сторону того, что данные разочаруют. Вот, пожалуйста, вчера мы начали как бы пятидневку с отчета по АСМ в производственном секторе, который традиционно разочаровал. По-моему, уже снижение фиксируется 3 месяца подряд. 58,7 с 65. Дальше у нас блок статистики по сфере услуг. И замыкать неделю будет отчет традиционный для первой недели каждого месяца. Это данные по Non-Farm Perils, отчет по американскому рынку труда. Завтра EDP, частная оценка в пятницу Non-Farm. Уровень безработицы, количество новых рабочих мест заранее. Друзья, смотрите на прогнозные ожидания, на оценку экспертов, которые пытаются за несколько дней максимально точно предугадать, какие цифры мы можем увидеть. В целом оценки очень слабы. Да и, в принципе, других цифр быть-то не может в условиях того, что сейчас происходит в американской экономике. Я, друзья, настаиваю и рекомендую вам все-таки смотреть на доллар как на инструмент, который лишен по-прежнему факторов для роста. А, соответственно, инструмент, который в любой момент может снова перейти к развитию нисходящей динамики. Моя долгосрочная ставка на весь 2021 год – это снижение курса доллара. Индекс американской валюты идеальный. Сделка, потому что она фактически без какой-то своповой нагрузки. По черному золоту 56,91 – это в моменте котировки, который мы видим по бренду. Можно сказать, что первые долгосрочные цели выполнены, потому что хай был выше 57 долларов за бар. Следующая цель – 58 и 60, как такой амбициозный локальный вызов. Что поддерживает в моменте котировки нефти – это признаки или, наверное, подтвержденные факты сокращения предложения нефти в мировой экономике в условиях подавленной экономической активности. То есть хорошо, что страны ОПЕК и не только реагируют правильным образом на подавленный спрос и реагируют каким образом, сокращают предложения. У нас на прошлой неделе был отчет от администрации лекарственной информации. Там круто, да, запасы снизились. Это фактор поддержки для цен на нефть. Но, может быть, вы не обратили внимание на то, что объем нефтедобычи в Штатах также просил на 100 тысяч баррелей. Собственно, с 1 февраля, с вчерашнего дня, Саудовская Аравия взяла на себя обязательство снизить добычу на 1 миллион баррелей. Это как бы единоличное решение без какого-либо давления со стороны прочих участников ОПЕК. Саудовская Аравия тем самым хочет ускорить процесс стабилизации спроса и предложения на глобальном рынке. И трейдеры считают, что следом за Саудовской Аравией могут последовать и другие страны ОПЕК, хотя я в этом не уверен. Ведь нужно понимать, что для каждого участника ОПЕК+, свои показатели достаточности бюджета, которые верстаются с учетом своих целевых ориентиров по оценам, своих экономических потребностей и каких-то политических мотивов. Я не буду сейчас браться за каждый отдельный регион и песочить именно их ожидания и их планы. Но в любом случае, наверное, позитивное ожидание того, что Саудовская Аравия может сначала взять инициативу в свои руки и положительным образом повлиять на решительность других стран ОПЕК. Плюс это достаточный фактор локального позитива для котировок. Ранее я рассказывал о том, что снижается объем нефтедобычи в Ливии из-за забастовок сотрудников охранных предприятий. Фактически они блокировали работу экспортных портов. В Ирак взял на себя доп. обязательство досократить производство нефти в кратчайшие сроки до 3,6 млн баррелей. Если выполнят обязательства, то это будут минимальные значения по добыче с 2015 года. Впереди, друзья, завтра заседание технического комитета ОПЕК. Посмотрим, какие рекомендации будут даны по уровню добычи. Думаю, что до этих пор сможем легко улететь в район, как я уже отметил, 58 и даже повыше. Золото 1856, ставка в лонг сохраняется. Серебро 2856 долларов за унцию. Здесь рекомендую, друзья, несмотря на то, что крайне волатильный актив. Рассмотреть серебро как сделку на долгосрок, армия трейдеров Reddit сидит в этом активе и могут привести к пампу, к росту этого инструмента в любой момент времени. Тем более, что и на Блумберге буквально вчера появилась информация о том, что физически серебра практически не осталось. Вот и думайте, неплохая ли это причина и хорошее ли основание для того, чтобы поставить на рост всего общего рынка драгоценных металлов. Евро против доллара 1.2074. Друзья, прекрасные возможности. Вот этот коридор 1.20-1.22 для занятия сделок в лонг с целями ухода к прогнозным значениям от Сити и Банков Америка выше отметки 1.25. Принимайте решение. Фунт против доллара 1.3682. Я жду четверг заседания Банка Англии. И после того, как пойму, какой будет реакция фунта на это заседание, уже буду принимать решение о торговле. Доллар канадец 1.2826. Пока лонг удерживается. Слабая статистика по производственному сектору нам вчера помогла. Канадцы ослабили в пятницу данные по рынку труда канадскому, не только по США. Соответственно, если данные расчаруют, то может быть и при близимости к цели 1.30. Австралийцы платят доллару 0.7626. Предлагаю сделку байстоп с уровня 0.7670. Весь негатив по факту прошедшего заседания Резервного банка Австралии уже отыграли. И хорошо, дальше будем восстанавливаться, потому что основным триггером останется поведение доллара. А по доллару, собственно, ставка оффшорта прежняя. И фондовый рынок США снова растет. 3.784 пункта. Уверяю вас, пройдет неделя, может быть чуть больше, и индекс окажется на новых исторических максимумах. На этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok